Беларусь 24 Дмитрий Жук, СБ Беларусь Сегодня Владимир Перцов, МТРК «Мир» в Беларуси И наш специальный гость, политолог Алексей Беляев Добрый вечер Разумеется, что на сегодняшний день Одна новость является самой главной Несмотря на то, что жизнь, если приостановилась Во многих странах, на многих континентах До конца не остановилась Но что тут скрывать, конечно Которую передачу, наверное, уже четвертую подряд Мы практически полностью посвящаем теме борьбы с коронавирусом То, о чем мы говорили в предыдущей передаче Начинает немножко сбываться в соответствии с прогнозами Растет число инфицированных в Беларуси Растет, к сожалению, число людей, которые погибают от болезней В том числе и в кавычках, наверное, благодаря тому, что они были инфицированы Министр здравоохранения выступил вчера в парламенте И заявил о том, что где-то в конце апреля, начале мая Мы ждем пик инфицирования заболеваемости в Беларуси Это значит, что как раз вот в этих числах мы видим по статистике Мы входим в этот самый пик И будет непросто Мы, как и призывали И до сих пор призываем всех соблюдать Какие-то меры предосторожности Особенно беречь тех людей, которые находятся в преклонном возрасте И они, в первую очередь, подвержены опасности Сейчас, конечно, для медиков самые напряженные времена И глава государства на этой неделе собрал большое совещание Очередное совещание по этой теме Сейчас нужно бороться, и медики будут бороться за каждую жизнь Эти слова президент Беларуси озвучил в ходе этого совещания Я не говорю о том, что мы должны мириться с тем, что гибнут люди Мы должны бороться за каждого человека За каждого Особенно, если речь идет о стариках И если мы хотим, чтобы потом наши дети нас защищали И боролись за наши жизни Мы должны бороться за жизнь каждого старика Потому что, к несчастью, этот вирус бьет, прежде всего, по старикам И бьет по тем, кто слабо защищен иммунной системой Я предлагаю сейчас поговорить о медийной части этой проблемы Но, Алексей, в том числе и ваше мнение интересно Потому что это, как мне кажется, в нашей ситуации Да и в ситуации многих стран неотделима от политики То, что происходит вокруг этой пандемии Понятно, что у многих средств массовой информации Это возможность расшатать ситуацию, чтобы они не говорили Как бы они не прикрывались тем, что они, в отличие от нас, пропагандистов Пытаются донести правду Что ситуация используется для того, чтобы решить какие-то свои вопросы Все время тратиться на то, чтобы найти какие-то нестыковки Сначала была малая информация Потом она была неправдивая Потом вдруг она стала Цифры стали расти Вдруг началась истерика По поводу того, что, посмотрите, люди начинают массово болеть Огромное напряжение в медицинской среде И на некоторые выпады, я читал в интернете Врачи уже ответили в социальных сетях Попросили успокоиться Как вы думаете, Минздраву, нашим врачам Стоит на все это обращать внимание Реагировать как-то особенно Или, в общем-то, продолжать заниматься своим делом А реагировать, это наша задача Врач должен лечить и помогать И чем больше нагрузка на них будет расти Мы видим, что цифры будут расти И прогноз такой Я думаю, что у них Не должны они тратить на это время И здесь два аспекта Первый, те, кто, простите, нехорошо говорит о врачах Это я так мягко сказал Ну, на время, по крайней мере, помолчите Дайте людям спасать жизни людей И второй вопрос Да, мы должны объяснять каждый день Повторять, возможно, одно и то же Но, тем не менее, мы должны говорить О социальной ответственности каждого человека Это о том, как мы себя ведем Выполняем ли мы рекомендации Те, которые есть И особенно меня Я уже говорил несколько клубов назад Не то, что изумляет А бесит Когда люди, которые находятся на карантере Игнорируют И тем самым подвергают риску Заражения других Да, вчера вышел документ Был опубликован документ Постановления Совмина В котором, помимо механизма самоизоляции Предусмотрены и карательные меры Это штрафы И там вплоть до уголовной ответственности И каждый человек, который будет уходить на самоизоляцию Подпишет это обязательство Но когда ты смотришь В социальных сетях ролики, кадры Как студенты одного из вузов Бегут из общежития Через окна Да, через окна Бывший мой Да, молодые ребята Вы подумайте про своих родителей И про своих бабушек и дедушек Вы упомянули ответственность За нарушение режима самоизоляции Которая введена уже в нашей стране Как одна из мер Предотвращения распространения Коронавирусной инфекции Мы в нашем клубе не затронули Тему ответственности за фейковые новости Относительно информации о коронавирусе Которые введены практически во всех цивилизованных странах И на востоке, и на западе Те люди, о которых вы говорили в начале Которые тревожат, будоражат информационную среду Не только наездами на белорусских врачей Но и в целом будоражат сознание Ведь они преследуют не только цель кликабельности Или рейтинга своего средства массовой информации Они в целом, о чем мы много раз в клубе говорили Преследуют ситуацию нагнетания Определенной атмосферы паники Истерической дуги в обществе И в целом, как итог Они, как мне кажется Недоверие к белорусской системе здравоохранения И системе белорусской власти Это достаточно четко Прослеживается любым Более-менее грамотным человеком Если это люди действительно Патриоты своей страны Если они действительно журналисты По призванию Они так называемые грантасосы Как их обзывают даже их коллеги Которые сейчас все-таки перешли на лагерь разумного И пишут какие-то адекватные материалы И этот раскол мы тоже наблюдаем Я бы им советовал консолидироваться вокруг Хороших и добрых идей Которые сейчас реализуются И Федерацией профсоюзов По помощи белорусским медикам И Белой Руси И многими бизнесменами Ситуация ведь какая У нас есть в связи с коронавирусом Несколько таких направлений Первое – это чисто медицинское То есть задача врачей, медиков Вирусологов, специалистов Определить, в общем-то, корень проблемы Найти медицинские способы лечения И строго этим способом следовать Второй момент – это момент как раз информационный Связанный с коронавирусом в головах людей То есть ситуация как раз нагнетается В первую очередь средствами массовой информации Мы видим, что сейчас действительно нету Ни одного издания, ни одного сайта Ни одной телепрограммы Где бы так или иначе не упоминалось О проблеме коронавируса Но на самом деле, да, если смотреть Сухие статистические сводки То, да простят меня многие Но все-таки опасность несколько преувеличивается Создается вот этот действительно О чем Владимир Борисович говорил Такой истерический фон Вот эта вот истерическая дуга Которая заставляет людей совершать поступки Совершенно неадекватные реальному положению дел И мы видим, что результат-то какой Да, медицинские рекомендации даются При этом сейчас все там поголовно бросились носить маски Бросились скупать эти маски в аптеках После чего стали истерично жаловаться Что масок нету После чего стали говорить Белорусская промышленность не справляется Не было это предусмотрено То же самое по поводу лекарств То же самое по поводу антисептиков Мы наблюдаем, что вот эта вот волна Нагнетаемая в СМИ Заставляет людей тратиться Как мы видели, первая волна Затариваться продуктами Туалетной бумагой Да, туалетной бумагой Затариваться еще многими вещами Которые на самом деле им может быть и не нужны Покупать там по три телевизора Да, по три холодильника А вот скажите, пожалуйста Мы государственные, извините, пожалуйста Государственные телеканалы У нас, конечно, особый спрос И мы этим занимаемся И информирование И что греха таить Успокаиваем людей И просвещаем людей Независимые СМИ никому ничего не должны Но в такой ситуации Было бы правильно Если бы вместо того, чтобы Сражаться сутками Напролет с Минздравом Так плюс три было или плюс пять За текущие сутки На первых страницах своих порталов Которые сотни тысяч людей смотрят Все-таки какую-то инструкцию разместить Какой-то призыв Не посещать массовые мероприятия Поработать со своими родителями С дедушками, с бабушками Я нигде такого не видел А этого не хватает Если бабушка с дедушкой Не читают Тудбай Читают сын бабушки с дедушкой И они поговорят с ней Чтобы она не шла там В магазин, на рынок Они задумаются, может посетить Вот этого я абсолютно не вижу Нужны максимально четкие Короткие И доступные для понимания Всех граждан инструкции Каждый для себя В рамках своей семьи Своей небольшой группы общения Максимально вот эти вот Социальные контакты По возможности сократить Максимально придерживаться Простейших правил гигиены И тогда вот эти все Информационные Нагнетаемые вещи Они будут проходить гораздо больше Про это мы говорим каждый день Иван Михайлович Вы вот сказали Не должны Независимые СМИ Или там Неважно какие Никому ничего не должны Так вот я хотел бы вернуться К вашей фразе И сказать Да, они не должны гадить В то общество Где они живут А вот пока они будут Простите Вот именно это слово Гадить этому обществу Не проверяя информацию Раскачивая его Вот до тех пор Я вам просто расскажу По поводу информации О том Что должна быть Единая точка выхода Этой информации Когда Минздрав публиковал 12 часов дня Уже установив полностью Диагноз И подтвердив Это я не знаю Там выставляются карточки У них За данные На 14 часов По-моему Предыдущего дня Да Ну такой шаг у них большой Конечно разрыв большой Надо собрать информацию В это время С 14 до 12 Следующего дня Погибал человек Его сын Публиковал в соцсетях Пост Это был первый случай В населенном пункте Эти СМИ Подхватывали это И обвиняли Минздрав в том Что они скрывают От белорусов информацию Понимаете Каким образом Это все разгонялось Минздрав не единожды Объяснял Но это никогда Не попадет На первые полосы Этих СМИ Никогда Не попадет Есть определенное количество Так называемых СМИ Скорее всего Это просто механизмы Пропаганды Для которых Девиз Относительно любого Процесса Происходящего в нашей стране Чем хуже Тем лучше Сейчас конечно Особый пик Вот этого Кощунства В принципе Смерть любого человека Это трагедия Для родных Это большое горе И вот эти танцы Пляски на костях Они неуместны вообще Ну и в такой ситуации Они вредны И опасны Тем людям Которые это делают Я имею ввиду Вот эту информацию Раздувают Вот сейчас как раз таки Почему бы они не Написали Несколько публикаций Даже может быть Репостов С американских журналов Телеканалов Или блогеров О том что происходит Сейчас в Нью-Йорке Какие там ужасы Происходят Куда исчезли люди Без определенного места Жительства Как массово хоронят Как система здравоохранения Не справляется Почему мы этого не видим Взрослые мужики Которые читают это Слезы на глаза Наворачиваются Как люди Которые приехали в Америку И не успели получить Номер социального страхования И тем более Медицинскую страховку Обречены просто на гибель Если они заражаются Коронавирусом Они вынуждены Работать с курьерами И выходить на работу Потому что иначе Им просто нечем платить Вот так устроена Эта система Кстати эти вопросы И мы не педалируем Это наша принципиальная позиция Мы считаем Что в мире Вообще беда Мы видим Что творится В Италии В Испании И в США Попробуйте нас упрекнуть В том Что мы на этом пляшем И где-то было Как перехватывают Партии масок Это наша принципиальная позиция В отличие от Радио Свободы Например Которая найдет Какого-нибудь пациента Который без масок В нашей поликлинике И вот такое интервью С таким заголовком Но боясь получить По одному месту От госдепа Молчит абсолютно По поводу того Что творится в Соединенных Штатах При этом целое государство Конфискует на границе Партии Которые шли В соседнее государство По поводу Единства Евросоюза И направляют себе Да Но я хотел бы сказать О другом Вот Как эволюционирует Пропагандистская машина Там Вот Лакмусовая бумажка Евроньюз Еще две недели назад Это был Вестник Конца света Но Сегодня Посмотрите Там пошли Очень много Позитивных Ну почти все Сюжетов Мы разбираемся В экономике В этом Я бы хотел здесь Вот Чтобы может быть Вы лексик Прокомментировали Если Ну в том числе И мои коллеги Как оно Как наша машина В этих СМИ Как наши аналитики Все время поворачивают Эти истории Ну естественно Я уже говорил о том Что из всех брифингов Они были многочисленны Пресс-конференции Выступлений Коранника Его заместителей Вырывается только что Что нужно Это абсолютная правда Мы стараемся Как-то более широко Но это конечно не интересно Мало трупов Мало трэша И президент Не единожды говорил о том Что не будем Большим фронтом Пока идти О том что мы будем Точечно тушить пожар В результате Ну мы же видим ситуацию Да Как развивается В соответствии С этими прогнозами Все больше и больше Инфицированных И действительно Количество растет С каждым днем И будет еще расти Другого разворота Посмотрите Как сразу же На трех порталах По-моему Вчера появились Какие статьи Вопреки верхушке Внизу В Белоруссии Пошло непослушание Пошли революционные действия Парализовался верх Местные власти Стали Партизанщины Стали принимать решения Президент говорил Что мы будем принимать решения В каждом населенном пункте На каждом предприятии Посмотрите Федута вчера Разродился статьей Человек который Не знаю Руководил каким-нибудь Предприятием Хоть раз в жизни Он хоть знает Что в стране Работают программы По борьбе Я как руководитель Предприятия С двумя тысячами Могу рассказать ему Что это такое В том числе По борьбе с пандемиями Наша Нива по-моему Написала Что низы уже не хотят слушать Как это все переворачивается Ну на самом деле Когда мы говорим О Белоруссии Ее поведение В рамках вот этого коронавируса То надо учитывать Что мы исходили И во-первых Из все-таки Адекватной оценки Ситуации С точки зрения Пандемической И с адекватной Ситуацией Экономической То есть Взгляд-то был какой Что мы должны Между двух зол Каким-то образом Соблюсти черту Действительно Мы могли бы И как говорил президент В принципе Объявить Всеобщий карантин Закрыть всех На изоляцию Пустить милицию По улицам Это дело Одного розчерка пера Да А каковы будут Последствия Насколько это Сумеет сдержать Те же самые Распространение Инфекции Как показывает Практика Все равно Она будет Распространяться Но сумеет Только с теми мерами Которые принимаются Люди все равно Люди все равно Будут так или иначе Между собой Контактировать Как говорят Многие медики Вот тут говорили Что все-таки Действительно Надо чтобы Переболела Большая часть Населения Для того чтобы Выработался иммунитет Но смысл В чем Ограничительных мер Чтобы не было Такой Пиковой нагрузки Сразу Одномоментно На медицинские Учреждения На медперсонал Чтобы справлялись С этим Ну постепенно По чуть-чуть Малыми порциями И вот это вот Точечное реагирование Действительно На крупные очаги Сразу Руководство Этих предприятий Руководство Этих населенных пунктов Связано с тем Чтобы максимально В данном случае Ввести какие-то меры Карантинные Сдерживающие И так далее Но как преподносится Как какое-то непослушание Это не непослушание Действительно Это стратегия Которая была разработана И которой сейчас следует И при этом При всем Мы должны видеть Что например Даже в соседней России Которая объявилась О массовом Таком карантине По всей стране Люди Многие остаются Без работы Люди остаются Без средств существования Проблема-то в чем? В общем В правовой культуре Самых граждан Восприятие тех мер Которые являются Необходимыми Которые можно провести Без официального Насилия Над людьми Я смотрел Интервью Шведских чиновников Которые говорят Наши люди сознательные Их тоже упрекают Что они не ввели Повальный карантин Что они Не запретили людям Выходить на улицу Они говорят Наши люди сознательные Если им сказали Придерживаться Определенных правил Поведения Социальной дистанции Если плохо себя чувствуют Вести себя Соответствующим образом Они себя ведут Не нужно ограничивать Их гражданские права И свободы Если на то нет Каких-то особых показаний Посмотрите Еще один пример Позвольте вам приведу Чтобы вы обсудили Как это все Выкручивается Очень любопытно было Наблюдать За имиджем Всемирной организации Здравоохранения У наших коллег Из альтернативной реальности ВОЗ сначала Его все антировали Когда у нас ничего не было Потом когда ВОЗ Нас поддержал Тут же он был в игнор Никто не подхватил Эту информацию Как только они сказали Что нашему Минздраву Нужно быть более открытым Тут же эта новость Попала в топ А тут на тебе Президент пригласил ВОЗ К нам И сразу имидж В глазах у всех Рухнул Опять этот ВОЗ Стал никчемной организацией Мы как-то обсуждали Все думали Кто из пропагандистов Скажет Что ВОЗ Это сборище дилетантов Кто бы это мог быть Конечно Это же был Андрей Дынько Я не знаю Кто он там Владелец Эту пропагандист Шеф-редактор Шеф-редактор Сайта Сотрудники которого Пару раз фольстар Делали по поводу смерти Наших людей Никак не могли дождаться Тим кто Личит приезд Миссии Сусветной организацией Охо здоровья Нечим важным Можно нагадать Что подобные структуры Залежат от ураду Краинчленов Таких як Туркмения Утымлику До прикладу Где коронавируса Просто у природе нема Едя гэтая миссия Каб оценить В кавычках А каб Быть докладным Высоко оценить А едя просто тому Что их миссия Ездить То есть он намекает Приезжают по этим странам Водочки попить Но Андрею Данько Наверное лучше знать Так как он часто принимает Правозащитные организации Европейские Но мы обязательно покажем Представителю ВОЗ В Беларуси Вот это высказывание Если у нас получится Мы передадим И этим иностранным экспертам Которые у нас работали Как вам такой подход? Ну это просто показывает Что человек судит по себе Да? Являясь сам ангажированным журналистом Он считает Что другие организации Тоже работают как ангажированные Удивляет Вроде серьезные люди Вроде редактируют порталы Да? А мыслят вот как мотылек Он не помнит то Что говорил вчера Да? Живет одним днем Может поэтому интересно Их читать Вот смотреть Насколько они Каждый день Эволюционируют Да? Как из-за насекомых Ярус хорошая болезнь Ничего не болит А каждый день новость Да Спасибо большое Я предлагаю считать Первую часть нашей программы Закрытой Уйдем на несколько минут На рекламу На телеканале Беларусь-1 Не переключайтесь Совсем скоро Увидимся Мы продолжаем Клуб редакторов На Беларусь-1 Беларусь-24 Продолжаем обсуждать Тему борьбы с коронавирусом В том числе И в информационном поле Сейчас буквально Несколько примеров Но вместе с тем Когда у нас В СМИ сейчас В телеграм-каналах Появилось много Вирусологов Которые присоединились К политологам Экономистам И так далее Появились в том числе И аналитики Которые анализируют Нашу работу Удивительных Несколько статей В исполнении Этих людей Мы увидели На текущей неделе Сидят Внимательно смотрят Некоторым из них Я бы посоветовал Выйти побегать Заниматься немножко спортом Из Варшавы Даже следят За итоговым программам Меня сообщали И в том числе Упрекают Что мы все время Педалируем тему психоза Его нету Что это мы выдумали И так далее Ну нам конечно все равно Но столько информационных поводов На этой неделе подброшено Позвольте я вам Быстренько Расскажу в двух словах А вы потом прокомментируете Цифра дня От Голоса Америки На 891% Вырос поток звонков В службу психологической помощи Это в Соединенных Штатах Америки Это тоже мы выдумали Все Ну неудивительно Когда заявляют политики Такие вещи Член Заксобрания Нью-Йорка Марк Левин заявил Что погибших от коронавируса Возможно придется временно Захоранивать в братских могилах Которые могут организовать В городских парках Мы если честно Ужаснулись Не поверили Но буквально Перед выходом На сегодняшнюю запись Вот такое видео Мы увидели По Евроньюз И нашли его Уже по каналам связи Посмотрите Что сейчас происходит В Нью-Йорке Я так понимаю Братские могилы Если я не ошибаюсь Я не знаю Кто эти люди Они заключенные Они Это департамент Исполнения наказаний Хоронит Это конечно невероятно Так Дальше В Великобритании Вдруг кто-то сказал Что вышки Которые передают связь 5G Переносят коронавирус Я не знаю сколько Я не знаю сколько Там десятков Или может не десятков Этих вышек Сожгли Давайте посмотрим Что происходит В Великобритании По этому поводу Появляется много информации Много репортажов Из Франции Италии Испании О том что преследуют Врачей Есть у меня цитаты Я не буду занимать Много времени Это Евроньюз Рассказывал Французские врачи Жалуются на то Что все чаще Становятся жертвами Вандализма Их выгоняют из подъездов Бьют стекла в машинах Воруют оборудование Преследуют Ну потому что Они предположительно Могут быть разносчиком Инфекции Это психоз Это или нет Тут много чего Можно добавить Вот например В соседней с нами Украине Был случай Когда женщина Которая заболела Коронавирусом Заперлась у себя дома И просила Через социальные сети Чтобы ее не сжигали Вместе с ее детьми И даже писала Ну убейте меня Оставьте хотя бы детей Они не зараженные То есть в рамках деревни Возникла такая ситуация Когда люди готовы Были устраивать Какие-то суды линча Мы сегодня действительно Столкнулись Вот с неким Переходом Средневековое мышление Вот эти вот Ситуации с вышками Абсолютно дико Оказалось бы Век цифровых технологий Да В 21 веке Мы видим сегодня Как в общем-то Деградирует Человеческое сознание Вот когда мы В первой части С вами говорили Я хотел сказать У нас ведь наблюдается Какая проблема У нас сегодняшнее общество Вместо того Чтобы сплачиваться Перед какой-то Серьезной угрозой Оно у нас Дефрагментируется Разделяется на сегменты Которые начинают Занимать Друг против друга Очень такую Негативные Да И радикальные позиции Вот те же США Например У нас начали скупать Гречку и туалетную бумагу У них все бросились В оружейные магазины Благо у них там Свободно разрешена Продажа оружия И люди там уже затарились Чтобы бороться С какими-то зомби Вы сказали Абсолютно правильно Что тогда правило людьми Страх Страх от чего? От незнания Вот то же самое Происходит сегодня Людей просто запугивают В том числе Вот этой страшнейшей информацией Действительно происходит Трагедия в мире Да Видели сейчас кадры Соединенных Штатов Это страшно Это ужасно Но нам нужно рассказывать И объяснять людям Чисто физически Смерть от коронавируса Это будет еще ничто По сравнению с тем Какой экономический ущерб Будет нанесен В принципе всему миру Мы видим уже Целые остановившиеся отрасли Типа туризма Сфера обслуживания Но ведь самое главное Что в дальнейшем Это потянет Огромнейший Мировой экономический кризис Который приведет Тоже и к самоубийствам И еще Другим каким-то Уже по-моему Американцы Устройством и их устройством То есть либеральный мир Который основан На тех экономических принципах Работаешь Есть зарплата Живешь Не работаешь Нет зарплаты Не живешь Вот Наше государство Все-таки берет на себя Определенные социальные Обязательства И записаны в конституции Положение о Социальности нашего государства Оно никуда не делось У меня переписка С белорусским С белорусским американцем Спрашиваю Мать заболела Коронавирусом В США В Нью-Йорке Идет на поправку Спрашиваю Врачи как Помогают Или сами сражаетесь Нет Нет запятая Госпитали Только принимают Тех кто уже умирает Грустный смайлик Ну а у нас Хотел связаться по скайпу Но потом Как-то из каких-то Этических соображений Хотя у нас будет В главном эфире В воскресенье Посмотрите репортаж У нас вот я бы хотел отметить Очень много комментариев В разных соцсетях Люди которые лежат В больницах Говорят о высочайшем Уровне подхода Со стороны медперсонала То есть наши врачи Никого не бросают Пытаются и разъяснять И лечить по мере возможности Как мы видим К сожалению Там даже Из-за нарушения Определенных норм Рискуют собственными жизнями Но никого не оставляют Просто так Позвольте В завершении нашей программы Как обещали В борьбу с фейками И об этом немножко поговорим Так бегло вам Какие-то примеры приведу Как в первую очередь Как работа нашей Государственной системы Медицины Преподносится на наших Телеграм-каналах Интернет-порталах И все это естественно Подхватывается За рубежом Потому что для того Чтобы получить правдивую информацию Ну и проанализировать Подумать Украинцу, москвичу Или вашингтонцу Нужно послушать брифинг Часовой Минздрава Почитать пресс-релиз Перевести Включить телеканал Взвесить Проанализировать Это один вопрос А второй вопрос Открыл нашу Ниву Какую-нибудь там Взял И во что это потом Выливается Дойче Веле Замечательный В кавычках Телекомпания Подготовила сюжет На этой неделе Но там неточностей И искажений Было, наверное Штук пять Мы считали Но такие были Достаточно Принципиальные вещи История про Ольгу Карач Активистка Витебская Ребенок сболел Послушайте, что она говорит В репортаже Кстати, соврали И ведущий Который подводку читал И журналист Который начитывал сюжет И герой соврали Вот она что говорит Потому что Александр Лукашенко Сказал, что коронавируса Не существует Его не видно Это все психоз И так далее Александр Лукашенко Сказал, что коронавируса Не существует Для всех Интернет-порталов И для Дольче Велия в частности Мы взяли 4 февраля Президент говорил Нам стоит тревожиться Точка Но только в одном Мойте руки Меньше обнимайтесь С незнакомыми людьми На улице Я намекаю на личную гигиену Все остальное За Минздравом 4 февраля Президент говорил О соблюдении Мер гигиены Дистанцирование Все остальное Минздрав берет на себя Мы занимаемся этой проблемой Посмотрите, как она Это все преподносит Дальше Лучше Журналисты Дольче Велия Тоже не могли Не приврать Она там что-то Фотографировала И вот что Они сообщили По этому поводу Чем-то все закончилось Посмотрите За видеосъемку В медучреждении Ольгу обвинили В хулиганстве Завели уголовное дело И оштрафовали Мы не поленелись Позвонили в ВВД Витязковой сполком Действительно В отношении нее Возбуждено уголовное дело За оскорбление Представителей власти В сентябре Прошлого года Но берешь Прошлое уголовное дело Нынешний коронавирус И прекрасный Дойче Велия Уголовное Представляете Что это на всю Европу Расходится Как вам? Слушайте Ну это подлог Это по всем стандартам Журналистики По меньшей мере Это ложь Они говорили Что президент Сметаной Предлагает лечиться Сметанковыми Какими-то там Маслами Ну естественно Сказали мантру Которую Евроньюз Вчера повторял Что в нашей стране Не ограничены Массовые мероприятия У нас кроме чемпионата По футболу На который 30 зрителей И ходило И ходит Вообще По-моему Уже ничего не происходит Все концерты отменены Массовые мероприятия Рекомендации вышли Рекомендации вышли Но это Ладно Радио Свобода Ну это вообще Красавцы известные Посмотрите Какую ни графику Графическое изображение Сделали На днях Я попрошу редакторов Вывести в эфир Посмотрите Когда было Небольшое количество Инфицированных Президент Заявил Мы теперь К этому и уражению Находимся На пику Вот Давайте посмотрим Как это было На самом деле Глава Цитатам Глава государства Подчеркнул Что ни в коем случае Не надо сбрасываться С счетов В тему Вирусных болезней Тем более Мы сейчас Это мои ощущения Исходя из цифрового Анализа заболеваемости Находимся на пике Я уже молю Бога Чтобы до Пасхи Этот пик Ушел Вниз Я попрошу Еще раз показать Предыдущий график Вот это нижняя цитата Это президент Говорил об Инфекционных заболеваниях В нашей стране ОРВИ Грипп в целом На тот момент Когда он говорил У нас не очень было много Было зараженных Ковид Вторая цитата Так Прирост у нас Назирается Дякую Богу Что не лявиноподобны Это он говорил Про Ковид 19 Таким образом Цитата Про инфекционные заболевания Была наложена На цитату Про Ковид 19 В результате Получается Абсолютная Нелепая Ситуация Читатель не разбирается Президент путает Власть ничего не делает Это как говорит Дмитрий Александрович Смешали квадратное с красным И пытаются выдать за это Ну это мы за неимением времени Несколько примеров Просто вал И заголовка Вот что бы я хотел сказать Ситуация такая Что например Слова главы государства Расходятся моментально Начинают Как мы уже тут говорили Всячески И передергиваться И выдираться из них Нужные цитаты Ненужные отсекаться Вот президент шутит Там на хоккее находясь Да Это выдается За чистую монету Что он действительно сказал Что вот надо Всем сидеть в холодильнике И это спасет То есть люди не чувствуют Уже грани Между Высказыванием серьезным Высказыванием шуточным А может быть чувствуют Но специальным образом Вы понимаете И Россия войска Вывела после учения Запад И независимость Не сдали в конце года И Павлу Северинцу Зря дали приз За лучшего защитника Отечества И вот Судьба предоставила шанс Как бы не стремились Официальные лица Быть осторожными В своих высказываниях И дипломатичными То мне кажется Все равно Даже при самом высоком уровне Дипломатии Все равно Всегда все будет вывернуто Вот теми силами Которые Хотят Раскачивать ситуацию Будет вывернуто Так как им надо Поэтому Мне кажется Здесь самая главная задача В информационной гигиене О которой так много сейчас говорят Это все-таки объективные данные Во-первых Которые должны транслироваться В источниках Пользующихся Действительно Уважением И источниках Которые заслуживают доверия Опираться нужно только на них В первую очередь Для простых граждан Конечно Которые не погружены Во все эти вещи Они не будут там Проверять Перепроверять По восемь раз Поэтому Необходимо Наверное Все-таки С точки зрения Государственной Давать указания Ссылки Что вот у нас есть Официальные источники Где вы можете Ознакомиться С самой последней информацией И которая Эта информация Является действительно Проверенной Переподтвержденной А не опираться На всю эту массу слухов На всю эту массу Инсинуаций Извращений Чужих слов С другой стороны Еще раз повторю То что говорил В прошлой программе Обращаясь К нашим зрителям И слушателям Доверяйте Только тем Кто имеет Компетенцию Людям Которые знают И не верьте Радио Свобода Которая из Праги Лучше знает Что происходит В Минске И еще добавлю Ложку меда В эту большую бочку Которую мы только что Дегтя озвучили Не все так однозначно Транслируется За рубежом О происходящем В нашей стране И о высказывании Нашего президента От политологов До доктора Комаровского Если у нашей думающей Аудитории Есть возможность Время погуглить Вы можете посмотреть Как оценивают Те действия Которые Проводит Беларусь В отношении Ковид-19 В отношении В целом ситуации В стране Весь комплекс мер Не только там Чисто медицинские мероприятия И то что Лично Говорит И то что проделывает Руководство нашей страны И президент в том числе Поэтому Для того чтобы Картина дня была Несколько сбалансированной Найдите минутку Посмотрите Почитайте Спасибо большое На протяжении Нескольких недель В конце Каждого выпуска Мы обращаемся К нашим телезрителям Вы же видите Что Мы входим Так сказать Подходим к пику Заболеваемости Коронавирусом В нашей стране Конечно Сейчас будут Не очень простые дни Для Первую очередь Для наших врачей Наша главная задача И Об этом много говорил Министр Сделать так Чтобы Процесс заболеваемости Был пологим И То что у нас сейчас Идет рост Это Не значит Что ситуация Неконтролируемая Много Плюс 400 Плюс 500 В день Или мало Должны Сказать специалисты Они мы с вами Наверное Они должны Это оценить У нас Тем более Миссия ВОЗ Работает Все что мы можем сказать Это только чтобы Вы берегли себя Особенно позаботились О Нашем Взрослом поколении Мы обязательно Переживем И выстоим Эти несколько недель Не сомневаюсь Что это не протянется Более чем Недели три Месяц Я очень надеюсь Потому что Ну и специалисты говорят Что мы Идем в тренде Общем мировом Единственное Что мы опаздываем На несколько недель Все будет хорошо Не поддавайтесь панике Берегите себя И увидимся С вами на Беларусь 1 Беларусь 24 Ровно через неделю Все хорошего Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова